Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Продолжаем видео по улучшению качества жизни. Сегодня поговорим о том, от чего зависит наше будущее. На самом деле, то, что происходит с нами сейчас, напрямую влияет, конечно же, на наше будущее. То есть мы выбираем, как нам действовать, что нам делать и почему. И чем больше осознанности, тем, соответственно, лучше и корректнее мы можем создавать то, что будет с нами. То есть наше будущее, нашу судьбу. И есть люди, которые там относятся к гаданиям, да, то есть предрасполагают, что вот судьба такая-то, ее как-то надо предсказывать, а не выбирать. Соответственно, они попадают в ситуации, когда что-то или кто-то может повлиять на их судьбу. И получается, что они больше прислушиваются не к себе, а к кому-то другому. И вот тут важный момент – научиться чувствовать себя, научиться чувствовать, кто ты, куда ты идешь. Это очень важный момент, потому что, когда чувствуешь, кто ты, то ты можешь двигаться в верном направлении. То есть ты можешь понимать, вот мне это нужно, а это нет. И прислушиваться к знаком судьбы. У меня было как раз видео на эту тему. То есть чувствовать, что правильно, а что неправильно. Что в твоей жизни корректно, а что нет. И вот таким образом действовать. То есть это помогает в увеличении понимания. И самый главный еще такой важный момент – когда у человека накапливается много какого-то негативных эмоций, он начинает идти не в ту сторону. То есть он начинает как бы разрушать свою жизнь, наказывать себя, других и так далее. И вот в этом вся суть. То есть важно перестать наказывать себя и начать двигаться в верном направлении. То есть начать чувствовать, куда идти. Когда мы убираем из ума негативные заряды, из сознания, то сознание очищается и уходит вот этот механизм, о котором я рассказал в прошлом видео. Стимул реакции, когда бывает какое-то событие, вызывает определенную реакцию. И все, и человек идет за этой реакцией. И соответственно, ну скажем так, не действует аналитически, не действует разумно, не действует по душе. А впадает в состояние какого-то страха, безжизненности. И начинает действовать неразумно. То есть в этой ситуации что важно? Посмотреть, что вызвало этот стимул реакцию и обнаружить это, то есть убрать этот заряд. То есть в этом как раз и я помогаю. То есть я помогаю человеку посмотреть внутрь себя и убрать те вещи, которые ему мешают. То есть которые накопились у него в уме, которые действуют на основе стимул реакции. Соответственно, когда этот механизм рассознан, получается человек начинает чувствовать, как правильно. То есть что такое будущее? Это по сути момент, когда мы программируем наше настоящее. Но только мы относим его, что оно произойдет через какое-то время. То есть мы как бы даем ему возможность, ну скажем так, продлиться. То есть не прямо вот сейчас, а как бы как отсрочить это. И вот таким образом мы говорим, вот это произойдет тогда, это тогда. То есть мы можем таким образом четко создавать, то есть создавать четкие суждения, постулировать, как произойдет с нами. Вот эта способность, она есть у каждого человека. Вы можете в своей жизни вспомнить случай, когда вы что-то создавали, и это так и происходило. Вот это процесс и называется создание постулатов, суждения вашей жизни. И вы можете это отследить, когда это происходило и как это происходило. И соответственно исследовать это, понять, что это в вашей жизни было, как это было. И сделать себе за правило продолжать жизнь, создавать на основе собственного самоопределения. Когда вы научитесь это делать, то ваша жизнь будет, ваше будущее, вы будете его создавать сами. То есть вы не будете зависеть от каких-то предсказаний, там волшебников или еще от чего-то. Да, конечно, самостройка со вселенной важна, но это будет ваша самостройка. Вы будете чувствовать, как действовать правильно. Вот это, в этом ваша вся суть. И то есть я, когда начал заниматься аудитингом, процессингом, я тоже, по сути, не знал, как действовать, куда идти. То есть это все приходило, ну скажем, шаг за шагом. То есть я познакомился с аудитингом примерно 20 лет назад, да. И когда это произошло, то есть не было понимания, кто я есть, самого главного понимания. Себя как сознание, как духовного существа. То есть большинство людей живет просто неосознанной жизнью. То есть живет так, что, ну как бы не понимает, куда и как двигаться. А сейчас открываются огромные новые возможности. То есть это, ну что каждый из нас может соединиться с, вот с этим знанием со вселенной и черпать его. То есть быть соединенным и получать это знание напрямую. То есть нам не нужно там какой-то посредник в виде даже учителя или какого-то там, ну не знаю, предсказателя. То есть мы можем это делать самостоятельно. Самое главное это очищать свое сознание и действовать на основе собственного понимания жизни. И вот тогда будут происходить с вами самые нужные, самые важные вещи. Вы сможете черпать это вдохновение и получать его от жизни. То есть действовать осознанно, легко и во благо для себя и для других. Вот давайте сейчас сделаем такую небольшую сессию, посмотрим как это работает. Вот и вы увидите, что можете самостоятельно убрать некоторые заряды. А потом если будет желание, можно будет сделать со мной сессию, консультацию, где я более глубоко вас проведу через эти моменты и помогу справиться с ними. Сейчас сядьте или лягте в удобном месте, где вас никто не потревожит. Закройте глаза и создайте пространство для сессии. Ощутите себя и свое тело в этом пространстве. И почувствуйте, есть ли у вас в будущем какие-то неопределенности. Что-то, что вы не можете увидеть, понять, почувствовать. Какая-то неясность. И посмотрите, что закрывает эти ощущения. То есть какие-то, может быть, есть заряд негативной эмоции. Сосредоточьтесь на этом. Посмотрите, откуда это идет, откуда это происходит. И дальше найдите случаи, откуда идут, допустим, выявили эмоцию страха в отношении будущего. Посмотрите, откуда она проистекает. Это может быть какой-то случай из прошлого. Потом вернитесь в этот случай и перепроживите его один, два, три раза, пока состояние полностью не улучшится. Самое главное это делать с полным восприятием, с полной осознанностью. То есть выявляя все, ну скажем так, моменты, которые есть в этом случае. И исцеляя их. Таким образом будет происходить постепенное повышение осознанности. Когда это происходит, соответственно, ваше состояние улучшается. Вы начинаете действовать осознанно, счастливо. И вы чувствуете, куда и как действовать правильно. Вот таким образом происходит повышение осознанности. Это терапия, которая помогает, по сути, каждому человеку увеличить, улучшить восприятие и понять себя, понять других людей. Вот в этом и сама суть терапии. Это постепенное повышение осознанности. В этом вы можете преуспеть и можете действовать, соответственно, так, как вам хочется. То есть я, как проводник, помогаю вам в этом. Но вы можете действовать самостоятельно. Действуйте так до наступления облегчения. Если оно не наступило, найдите более ранний подобный случай. Тоже проведите с ним процедуру, то есть перепроживите его несколько раз. Техника простая, самое главное, это восприятие как есть. То есть когда вы проходите, создаете точное воспроизведение, это уходит и перестает влиять на вас. Вот таким образом происходит исцеление. То есть за счет того, что вы осознаете это, воспринимаете как есть. И, соответственно, те негативные состояния, которые были, уходят. Вот если у вас что-то не получается, остались какие-то вопросы, то вы можете написать мне все мои контакты, указанные под этим видео. Я проведу вам бесплатную консультацию и потом сессию процессинга, где помогу вам улучшить ваше состояние. Такие сессии вы можете делать самостоятельно каждый день. Заканчивайте, когда вы почувствовали облегчение, когда ваше состояние улучшит это и будет конечными явлениями данного процесса. И, конечно же, если это видео вам понравилось, то поставьте отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях и пишите ваши комментарии под этим видео. Также мои контакты все под этим видео. Можете написать мне, если какой-то вопрос. И я постараюсь вам его максимально подробно осветить, рассказать. Описывайте вашу ситуацию. Пишите мне в Facebook, ВКонтакте или в Viber. Там я отвечу быстрее всего. И я подскажу вам, как можно эту ситуацию улучшить, исправить с помощью практик процессинга, аудитинга. Также я провожу обучение процессингу, то есть помогаю вам стать тем, кто может помогать не только себе, но и другим людям. И провожу программу очищения, которая помогает очистить тело от токсинов, наркотиков, радиаций, всего, что накопилось в теле. И, конечно же, еще в описании есть две мои книги. Это «Мир и вечное познание» о создании Вселенных и полное исцеление. Как раз о практике процессинга и исцелении себя, своего тела и разума. Рекомендую их прочтению. На этом, друзья, пожалуй, будем заканчивать. Я еще хотел сказать, что очень важным моментом является ежедневная практика. Поэтому помните об этом. Эти практики я даю для того, чтобы вы могли их применять самостоятельно, то есть в своей жизни и улучшать свое состояние. Либо в паре, так будет удобнее. Если чувствуете, что что-то не выходит в практике, то пишите мне, я подскажу, расскажу и помогу вам пройти через это. То есть мы сделаем сессию. На самом деле это сеть последовательных шагов. То есть шаг за шагом вы поднимаетесь к увеличению осознанности. И то есть это не то, чтобы одна сессия, это путь духовного роста. И он называется «Мост к полной свободе». То есть с помощью шаговодитинга можно улучшить свое восприятие и стать духовным осознанным существом, которое может по-настоящему жить. То есть создавать свое настоящее, прошлое, будущее, исцелять и помогать другим людям. Вот на этом, пожалуй, все. Сейчас на экране еще появилась парочка видео. Посмотрите их. Это «Как изменить судьбу». Действительно, об изменении судьбы на примере случаев из прошлого. Как их можно поменять. И практика процессинга счастья. Посмотрите, применяйте ее в мой сайт. Заходите в гости. И подписка на мой канал, конечно же. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Оно выйдет завтра. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это проект «Академия счастья». Всего вам доброго, друзья. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok